Всем привет, с вами профессор Гуглов. Ты боишься, что пришельцы прилетят на нашу планету и зальют все кровью, как конкистадоры свежеоткрытую Америку? Или наоборот, ждешь от них технических чудес? Пора тебе узнать правду об инопланетянах. Главы крупнейших стран давно находятся в контакте с представителями внеземных цивилизаций. Военные держат инопланетян в заточении на своих базах. Пришельцы регулярно похищают землян и ставят на них опыты. Если чужие уже успели так наследить на земле, то почему никто из нас не видел их живьем? В наш-то век информационной открытости. Меня опять терзают смутные сомнения. Я собрал для вас самые известные аргументы поклонников пришельцев и возражения сторонников здравого смысла. Поехали! Говорят, что мы получаем от них сигналы. Например, 15 августа 1977 года сотрудник университета Огайо Джерри Эйман обнаружил в расшифровках свежих данных радиотелескопа Большое Ухо узкополосный сигнал длительностью 72 секунды. Его высокая интенсивность настолько соответствовали теоретически ожидаемые от сигналов внеземного происхождения, что Эйман даже приписал на расшифровке потрясенное «Вау!». Однако было предпринято множество попыток вновь обнаружить этот сигнал с помощью Большого Уха и других более современных телескопов, но безуспешно. Вот это дело! Какую информацию он нес, мы также не знаем. Радиотелескоп измерял только мощность волны и не записывал содержание сигнала. Да и вообще, вот уже более полувека астрономы прослушивают звездное небо. В последние годы с развитием проекта сети к ним присоединились миллионы энтузиастов-любителей из более чем 200 стран мира. Но никто ничего еще не обнаружил. Пытается ли кто-то наладить интенсивный радиообмен с человечеством? Что-то не похоже. Говорят, мы видели их звездолеты. Например, ночью 20 сентября 1977 года в Петрозаводске несколько десятков человек наблюдали в небе над городом загадочные светящиеся объекты. Самый яркий из них словно испускал разноцветные газы. Предыдущие пару десятков лет в таких случаях думали, что это боги и ангелы. Но теперь-то предельно ясно. Это посланцы с далеких планет. Однако людям свойственно мифологизировать все то, что они видят, но объяснить не могут. Меж тем ученые утверждают, что наблюдатели принимают за корабли пришельцев обычные скучные объекты. Луну, Венеру, спутники, ракеты, метеориты, облака, метеозонды, птиц и шаровые молнии. Так, например, если во время полета ракеты происходит слив неизрасходованного жидкого топлива первой ступени или отсечка тяги твердотопливного двигателя через боковые отверстия, то в небе могут появиться гигантские газовые следы в виде всевозможных медуз, зонтиков и спиралей, которые светятся еще несколько часов после запуска. Так и явления, наблюдавшиеся в Петрозаводске, были связаны с запуском спутника «Космос-955» с космодрома Плесецк. Говорят, что НЛО неоднократно фиксировалось на радарах, а техника врать не будет. Например, в 40-70-х годах прошлого века военные и гражданские радары часто фиксировали объекты, которые перемещались так, как никто и ничто на Земле не может. Скажем, 25 ноября 1952 года радар на военной базе США в зоне Панамского канала в течение шести часов наблюдал два НЛО. Объекты бороздили небо над базой, меняя высоту в диапазоне от 300 до 8500 метров со скоростью до 1500 км в час. При этом НЛО не производили никакого шума, а посланные на их перехват шесть самолетов ВВС США никого не нашли. Хотя видимость в тот вечер была отличная. Однако ученые предположили, что первые несовершенные поколения радаров ловили в данном случае не сигналы от реальных объектов, а помехи, возникающие из-за атмосферных явлений. И в самом деле, с тех пор, как в начале 80-х годов появилось новое поколение радиолокационного оборудования, НЛО на экранах радаров больше не появлялось. Говорят, что тысячи людей видели инопланетян, разговаривали с ними, добровольно или по принуждению посещали их корабли. Например, первый президент Республики Калмыкия, глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, сообщил в СМИ, что побывал на корабле инопланетян 18 сентября 1997 года. Но это не точно. Однако ученые и эксперты-криминалисты проверили много свидетельств контактеров, но ни в одном случае не смогли найти никаких доказательств, что свидание с пришельцами действительно было. Удивительно, правда? Специалисты подозревают, что большая часть рассказов — это отчеты о галлюцинациях, которые были вызваны некими, пока неизвестными науке, причинами. Хотя алкоголь, наркотики и нарушение психики в список причин тоже входят. Сообщения о контактах с инопланетянами регистрируются уже более 100 лет. Любопытно, что техника, которую используют инопланетяне, в течение этого времени менялась вслед за развитием земных представлений о продвинутых технологиях. Так, например, железнодорожный проводник Джеймс Хуттон, наблюдавший НЛО в 1897 году недалеко от города Тексаркана, США, рассказывал, что корабль пришельцев приводился в движение двигателем, работающим на сжатом воздухе, и был оборудован крыльями, как у аэроплана. А в 1963 году, спустя два года после полета Юрия Гагарина, в штате Рио-Гранди-Дусул, Бразилия, три мальчика обнаружили металлическую сферу с гуманоидами, одетыми в серебристые скафандры. По их словам, пришельцы сидели внутри сферы, крутили ручки и щелкали выключателями. Говорят, что существование пришельцев и их визитов на Землю подтверждают сами космонавты. Например, Эдгар Митчелл, член экспедиции Аполлон-14 и шестой по счету человек, высадившийся на Луну, много раз заявлял в СМИ, что пришельцы существуют. Да что ты, черт побери, такое несешь? Он лично разговаривал с госчиновниками, которые вступали в контакт с инопланетянами и видел секретные доказательства таких встреч. Однако, рассказывая об инопланетянах, Митчелл никогда не описывает конкретные примеры и случаи. Когда в 2012 году корреспондент издания askman.com прямо спросил астронавта, видел ли он инопланетян своими глазами, тот ответил отрицательно. Правда, Митчелл утверждает, что на обратном пути от Луны к Земле в 1970 году ему удалось подключиться к Вселенной напрямую и получить уникальный сакральный опыт. Но летевшие с ним Алан Шепард и Стюарт Рулса ничего подобного не почувствовали. Космонавты на орбите иногда галлюцинируют под действием непривычных для организма условий вроде невесомости. Но еще никто из них не утверждал, что эти видения были реальны. Наконец, Митчелл, еще и масон, член Ложи Ортезия, знаток парапсихологии и основатель Института на этических наук, специализируется на изучении экстрасенсорных способностей человека. Достойный источник правдивых сведений, не правда ли? Браво! А вот что говорят скептики. Возникновение разумной жизни во Вселенной возможно, и мы с вами тому первое доказательство. Даже если этот шанс ничтожно мал для каждой отдельно взятой планеты, у разума есть громадное число попыток реализовать его. Только в нашей галактике от 200 до 400 миллиардов звезд. А всего в наблюдаемой части Вселенной около 100 миллиардов галактик. Почему же к нам еще никто не прилетел? Например, потому что преодолеть межзвездное расстояние довольно сложно. Даже с теоретически максимально допустимой скоростью, скоростью света, от ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, к нам лететь 4 года. Есть ли способы преодолеть скорость света и способен ли разум овладеть ими? Очень большой вопрос. Существует гипотеза великого барьера. Согласно ей, любая разумная жизнь приводит к появлению развитой цивилизации. Но та, в свою очередь, уничтожает себя раньше, чем успеет разработать технологии для межзвездных путешествий. Например, в нашем случае великим барьером может стать глобальная ядерная война или экологическая катастрофа, которые приведут к полному вымиранию человечества. А на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы все еще не подписаны. В описании к этому видео есть мои личные соцсети. Подписывайтесь, пишите свои пожелания, задавайте свои вопросы. Можете гадости всякие писать, если, конечно, хотите. А следующее видео уже завтра. Не пропусти. Пока. Субтитры подогнал «Симон»